Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами буду я, Татьяна Еремицкая. Сегодня мы поговорим на интересную тему. Что же такое креатив? И особенно, что же такое креатив по-русски? И эту тему мы будем обсуждать с очень интересной гостью. Она является кандидатом педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, это Российская Академия естествознания, вице-президент Ассоциации спортивных и практикующих психологов, специалист в области креативности и ее развития. Она является автором более 150 научных работ. Среди них 42 минографии и пособия, в том числе по исследованию в области креативности. Соавтор и разработчик ряда проектов, поддержанных фондом президентских грантов. Фонда Бортникова и Соколова. Светлана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Рада приветствовать вас и всех слушателей на этом прекрасном канале. И очень рада нашей встрече и возможности донести до слушателей важную и полезную информацию о креативности. Светлана Николаевна, ну, хотелось бы для начала, чтобы вы наших зрителей познакомили со своей профессиональной деятельностью в общем и целом. Расскажите, где вы работаете, чем вы занимаетесь в общем и целом, чтобы у зрителей было представление. Ну, работаю я сейчас в сфере НКО и работаю как раз по проектам разного плана, которые связаны и с культурой, и связаны и с образованием, и с развитием, и с креативностью в том числе. И работаю я в этом направлении уже с 2014 года. И, соответственно, достаточно много уже в этом плане сделано. Ну, а с точки зрения теории, собственно, креативности, я работаю в этом направлении уже более 15 лет. У меня есть исследование фундаментальное, сейчас идёт работа над диссертационным исследованием, и поэтому, в принципе, с креативностью я знакома и как практик, и как теоретик. И в этом плане уже достаточно много сделано. Кроме этого, соответственно, мы работаем по направлениям медицины, здоровья, продвигаем проекты в области лекарственного растеневодства. Это как раз информационные системы. Я подробнее расскажу в системе хобби, чтобы было понятно, о чём идёт работа, о чём идёт речь. В общем, достаточно много я делаю в разных сферах, себя пробую для того, чтобы мои возможности как креативщики теоретика и практика использовались в жизни, в проектах. Ну, просто с учётом интервью более широко будет всё раскрыто, и будет понятно, чем я занимаюсь уже на примере тех вопросов, которые, наверное, мы будем сегодня рассматривать. Ну, Светлана Николаевна, это, наверное, неудивительно, что человек, который занимается креативностью, он настолько разносторонне развит и настолько в разных направлениях тоже деятельность, вот как у вас. Но, тем не менее, мы сейчас говорим именно о креативности. И вот давайте поговорим, что же такое вообще креативность. И почему вот это иностранное слово, оно так вот вошло в обиход у нас и так широко используется, хотя в русском языке, может быть, можно было заменить какими-то другими терминами, ну, может быть, творчество, изобретательство, смекалка. Вот. Ну, вот, пожалуйста, вот здесь поподробнее, почему всё-таки креативность? Я когда говорю, чем я занимаюсь, мне всегда говорят тоже, ты как бы не надо исходить из слова креативности, давай я заменяю её на что-то действительно такое, что характерно для русского языка. Я, когда начала 15 лет назад заниматься исследованием в эту область, я тоже подумала, ну, наверное, мы сейчас будем копать в области творчества. В результате, когда я проанализировала огромное количество научных исследований, практических работ, зарубежных и отечественных авторов наших, я сделала вывод о том, что всё-таки нужно исходить из того, что это два разных понятия, два разных определения, и хорошо, что они существуют, потому что мы можем разнести два совершенно разных и взаимосвязанных явления. Поэтому с точки зрения теории всё-таки существуют определённые фундаментальные различия между креативностью и творчеством. и креативность как научное понятие и многомерное свойство, характерное для многих систем и людей, соответственно, должно иметь место и должно включиться и в наш научный отечественный словарь, и, соответственно, в обычный обиход русского человека. Ну, немножко истории, буквально кратко, что же такое креативность. С позиции этимиологии термин «креативность» произошёл от латинского слова «креатура», что означает «создание и творение». Дальше понятие «креативность», то есть то, к чему мы привыкли, понятие в английском языке – это способность творчества, сотворение, создание творчества. Оно укоренилось, кстати, в середине, в 30-е годы 19 века, а в отечественной науке оно появилось только после 60-х годов, в 20-е века. В научный обиход это понятие вёл знаменитый американский психолог Джои Полт Гилфорд, который рассматривал креативность как способность человека отказаться от стереотипных способов мышления, как способность к творческой реализации. Если брать исследования научные, то достаточно подробно стали изучать её за рубежом с 30-х годов 19 века. И в западной психологии воспользовались известные нам все теории психоанализа, соответственно, киштальпсихологии. И здесь основной акцент делался на инсайтах, на подсознании, и на фантазии, то есть на вопросы безназнательные. Наша страна тоже подключилась к исследованиям, но, к сожалению, во время 40-х и 50-х годов это направление были закрыты. Как-то по творчеству и по креативности осторожно наше правительство относилось к подобным исследованиям. Поэтому в начале 60-х годов, 20 века только, в России стали изучать креативность, и в отечной психологии появилось это понятие. В общем, почему такие споры существуют, креативность, творчество и так далее? Потому что креативность сама по себе это многомерное понятие, очень сложное понятие. Очень много определений по креативности выделено. Скажем, если в 60-х годах 20 века таких определений насчитывалось 60, то сейчас, на данном периоде, их насчитывается уже более 100. То есть представьте, сколько споров, сколько научных представлений. Каждый думает по-своему и выделяет те или иные аспекты креативности. Кроме того, креативность изучается и в философии. Креативность изучается в психологии, в педагогике, безусловно. Сейчас к изучению креативности подключились направления управления, социология, экономика, управление персоналом, менеджмент, маркетинг, продажа. То есть очень многие практические направления, научные направления изучают креативность и как теоретическое направление практическое. Если брать некоторые исследования в этой области и трактовки, то креативность трактуется с позицией особого типа интеллектуальной способности, творческого стиля деятельности, результат творческих способностей личности. Также креативность трактуют как свойства и комплексную кратеристику личности, как особенность интеллекта или даже высший уровень интеллектуальной активности человека. В общем, в результате мы можем сказать, что креативность — это многомерное и многоаспектное понятие, самостоятельный феномен, который представляет собой единую целостную систему и функционирует во всей сферах жизни человека. Он функционирует как креативный процесс, как креативный продукт и как свойство личности человека. Это широкий смысл понятия креативности. В узком смысле это общая универсальная способность творчества. Хочу вас немножко перебить. Вот вы сказали, что при изучении креативности учёные, там вы назвали цифру 100 и более, предприятия не дают. То есть даже в самом изучении учёные проявляют креативность. В изучении креативности проявляют креативность. И вот в связи с этим вопрос. Так всё-таки, что отличает креативного человека от некреативного? Какие характеристики, какие свойства? Вот здесь вот на этом, пожалуйста, подробнее можно? Да, я чуть-чуть как раз разделю креативность и творчество и потом креативное и некреативное. Значит, первый вектор различий, потом уже немножко по свойствам пройдусь, это то, что творческий человек по вектору направлен на себя. То есть это внутрь я сам, я самовыражение. И я продвигаюсь, есть приоритет моя творческая самость, ну а вы принимайте уже меня, как хотите, мои продукты, мои идеи и так далее. Мы сейчас видим такое проявление творческих людей на примере деятелей искусства и литературы. Креативность по вектору направленности идёт вовне. Это мы, моя страна, моя работа, мои результаты нужны для общества. И в этом направлении креативный человек производит востребованные обществом продукты. То есть он работает под запрос, под запрос общества. То есть если вы, например, покрасили свою лавочку, так, около домика, говорят, вы покреативили. На самом деле это неправильно, потому что вы сделали для себя и для своей семьи. А вот если это вы, разноцветную лавочку, прекрасную по форме, смогли перевести в систему производства, смогли её проекламировать, продать, или, значит, соответственно, у вас, вы продали патент на это, на производство этого изделия, тогда да, вы отчасти креативный человек, и вы производите социальный продукт. Вот тогда вы на креативе, тогда вы её внедрили, и этот продукт стал пользоваться общей популярностью. Творческая личность, в принципе, исходит из того, каким видит свой продукт творческий. И если он видит, то он видит, как он хочет. Креативная личность исходит из того, что этот продукт востребован, что он нужен для общества. В соответствии с этим он создаёт именно востребованный продукт и востребованную идею. Общество ожидает, креативщик разрабатывает. Творец из этого не исходит, он исходит из своих позиций. И поэтому, когда мы создаём креативный продукт, мы создаём общую пользу общества. Творческие люди, конечно, они могут создавать продукты, но это, как говорится, 50 на 50. Там создаю, думаю о себе, а потом уже, собственно, произвожу. Дальше. В общем, креативный человек больше объединяет вокруг себя людей, чем творческий. То есть у творческого человека это всё может быть необязательным элементом. То есть вокруг него могут быть ученики, но могут и не быть ученики. Самое главное – это он, его реализация, и поэтому, в принципе, такое объединение не совсем, может быть, даже здоровое, в силу того, что некоторые творческие личности достаточно закрыты и аутичны. Если мы говорим о креативной личности, то она предполагает постоянное объединение своих соратников, концентрирует вокруг себя очень важные силы, ресурсы, людей, технологии и даже пространство. Поэтому она выступает центром своих идей, соответственно, центром других людей и даже примагничивает очень многое под поставленные цели. Креативный человек, соответственно, опирается прежде всего на состояние инсайта, на нелогичные, бессознательные, интуитивные вещи. Творческий человек не всегда этим пользуется, и часто мы слышим жалобу творческих людей, что они очень тяжело работают, встают рано, сидят по 10-15 часов, и мы понимаем, что это тяжелый и тяжкий труд. Когда один находит то креативной личности, у него загораются глаза, он входит в определенное состояние потока, приходит инсайт, и вот через 15-20 минут мы получаем такой прекрасный результат. Раз, Бог осветил, всё получили. То есть, получается, это озарение как-то быстрее приходит к креативной личности, чем к творческой. Нельзя сказать, что к творческой нет, но оно меньше, чем у креативной личности. Дальше время тогда между запросом и решением проблемы у креативной личности быстрее происходит, потому что вот он кусочек времени, достаточно быстрый, и в этом плане творческая личность немножко запаздывает по времени, да и не спешит. А креативщику надо очень быстро всё делать, потому что запрос быстро всё сделали, реализовали и так далее. Соответственно, очень важно отметить, что креативщик работает с неизвестным, с неизведанным, с новым. Он работает с системой чёрного ящика. То есть запрос какой-то непонятный, на выходе не знаю, какие идеи внутри, вообще не знаю, как всё должно происходить. И вот он всё начинает поднимать внутри этой системы, открывать заново механизмы, спонсоры, алгоритмы, выводит результаты. И заказчик говорит, да, я хотел именно то, что вот получилось в результате. И он работает с этим постоянно, в отличие от творческого человека, который может работать и с чёрным ящиком вполне конкретные, простые задачи решать, которые он тысячи лет решает, собственно. То есть находиться на таком состоянии ремесленничества, тогда как креативщик, он всё-таки работает в этой сфере неизведанного. Ну, для понимания, почему они немножко разные, можно сказать, что, скажем, например, творческие люди, все остальные, они работают под светом фонаря. Всё ищут там, следуют. Вот фонарь, есть освещение, да. А креативная личность, она в большинстве своём выходит за пределы света фонаря, вот в той темноте, в которой, собственно, ничего не видно, ничего не известно, но за счёт того, что там находится креативная личность, постепенно этот свет переходит на следующие этапы, на следующие места. Ну и, соответственно, креативность — это всегда открытие нового, инновации, чего-то совсем неизвестного, ранее не предлагавшегося, тогда как творческая личность, она может открыть что-то новое, но и находится в поле каких-то вещей уже давно или только-только известных. То есть она модифицирует, изменяет каким-то образом, дорабатывает какие-то определённые продукты, системы, идеи, но это всё-таки не инновационность, не выход в полную инновацию. Поэтому между ними существует связь между креативностью и творчеством. Она заключается в том, что творчество — это начальный этап креативности, то есть первая ступень, которая готовит возможность для инноваций, развития каких-то новых идей, проектов, новых разработок, достижений не встречавшегося. И поэтому креативность считает вот таким прекрасным средством, решающим фактором для выживания, развития и достижения человеческой цивилизации. То есть на сегодняшнем этапе ругаем мы или нет креативности, но она позволяет нам выживать в условиях очень высоких скоростей. Ну и, соответственно, если говорить о том, что нас уже ждёт, мы говорим о том, что мы переходим в цифровую эпоху и в эпоху высокой неопределённости, сложности, хаотичности, быстрых временных параметров. И вот динамика меняется, очень сокращается всё. И вот в этой системе нужны специалисты, нужны люди, которые очень быстро могут принимать решения в максимально оптимальные сроки. Причём решения правильные в данный момент. те решения, которые позволяют изменяться миру, те решения, которые преодолевают любые сложные задачи, те решения, которые позволяют быстро двигаться цивилизацией. Поэтому здесь нужны уже не рациональные представители, так и нужны уже правополушарные лидеры, которые позволяют буквально из воздуха находить идею, буквально из воздуха её ловить с помощью разных способов. Ну, называются эти способы тот же самый трансцендентальный ментальный опыт, хорошая интуиция, опыт принятия противоречивых решений, постоянная включённая готовность к тому, чтобы принимать решения и постоянное умение работать с проблемой. То есть практически креативщики появились, ну, как бы так, как в большинстве своём, вот в конце XX века и, соответственно, они стали расти именно из-за того, что меняется эпоха, меняется общество. И нужно быть почти экстрасенсом, почти волшебником и магом, чтобы брать идеи, причём не только художественные, но и технические, и военные, и математические, и физические, и так далее, потому что вот так мы должны выживать. И для России очень важно, что таких людей становится больше, которые очень быстро двигают прогресс, очень быстро придумают продукты, идеи и очень быстро их реализуют. Светлана Николаевна, вот вы сказали о том, что изучение креативности и вообще такое понятие сравнительно недавно появилось в науке, и вы сказали, что это, в принципе, наука будущего, потому что меняется время, ускоряется, и что это большая воспребованность именно в будущем. Вот хотелось бы вернуться немножко назад в прошлое и вот здесь немножко разобраться. вот если не было такого понятия, а явление такое было ли, и вот здесь вот у меня на ум приходят русские народные сказки, там, Емеля дурачок, Иван дурачок, да, и вот это вот иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, там, когда Емеля там просто, ну, невероятные какие-то вещи, да, то есть заставляет какие-то предметы, животных что-то делать, да, является ли это вот таким предтеча, или там даже, не знаю, как-то вот что-то тоже связанное с креативностью. И второй вопрос сразу же, да, в истории, да, вот мы знаем о том, что, такой факт о том, что Россия так или иначе родина почти половины всех изобретений каких-то творческих и открытий и вот таких прорывов родом именно из России, ну, и Советский Союз, соответственно, я тоже причисляю к России. Вот с чем это связано, как вы думаете, да, вот, то есть и изначально русская культура, да, и вот этот многонациональный русский народ, то есть который включает в себе много этносов и которые сохранили свою самая дептичность и вот связано ли это с этим то, что взаимодействие между культурами вот открывает вот именно такой творческий потенциал. Вот ваше мнение по этому поводу. С точки зрения истории вопроса я могу сказать, что, наверное, были креативщики, только их было немного, тот же самый Леонардо да Винчи, это показатель и как раз пример яркий креативщика, который создавал востребованные продукты, он же не только был художником великим, но и великим изобретателем, создавал очень много интересных моделей в схемах, правда, потом уже они получили реализацию для людей на данном этапе или для будущих цивилизаций, поэтому в какой-то степени да, они появлялись, но их было очень немного, потому что и эпоха была другая, и время было другое, и была такая определенная неторопливость, и цивилизация не требовала подобного рода людей. Но я могу сказать, что, наверное, в древней славянстве, в славянстве, потом в последующем развитии России, да, такая креативная черта была, наверное, встроена. Мы больше говорим о смекалке, изобретательности, так, о творческом подходе, но всё равно в какой-то мере, да, мы можем назвать Россию страной креативной, достаточно с большим опытом, с историей, которая постепенно вырастала вот в таких замечательных изобретателей, таких замечательных открывателей, и надо сказать, что огромное количество имён история России породила и огромное количество открытий она дала с точки зрения мировой цивилизации. Тот же самый Яблочков, Яблочков и Ладыгин избрили первую в мире электрическую лампочку, Попов радио, Можайский первый в мире самолёт, Королёв первая милистическая ракета, космические корабли, спутники и так далее. То есть многие открытия фундаментальные связаны с российскими учёными, первооткрывателями, и, скажем, вы всегда найдёте там в интернете огромное количество перечислений, там, 50 открытий, да, там, 20 открытий, 100 открытий, которые перевернули мировую цивилизацию. Поэтому мы можем только гордиться той России и той креативной историей, которая привела вот к тем фундаментальным открытиям и к той ступени развития, на которой был, допустим, Советский Союз. Кстати, в Советском Союзе в 70-е годы патентов зарегистрировано было огромное количество, и где-то 25% от всех зарегистрированных патентов изобретений мировых составлял Советский Союз. если в Америке то же самое это было 14,9%, почти 15%, у японцев там был 31%, у нас было 25%. А уже в современное, в сегодняшнее время, в сегодняшнюю эпоху Япония по количеству изобретений дает нам 45% мировых патентов, а в России выпускается только 35 тысяч патентов. в год составляет всего 2% от всей системы изобретений, от всего объема изобретений. То есть с 25% мы перешли с вами на всего лишь 2% во всем мире. Хотя ВВП благодаря вот этим изобретениям в развитых странах дает до 85% ВВП, креативность дает до 85% ВВП. И мы в этом плане за 19% Светлана Николаевна, как вы думаете, с чем это связано? Связано с тем, что так мировая система выстроена так, что утекают мозги и просто они, эти изобретатели, ученые, уезжают туда и там уже регистрируют и получается отношения к России никакого не имеют. Правильно? То есть если бы они оставались здесь, то этот процент был бы не меньше, чем в советское время. Ну, конечно, конечно. это системная и бытовая проблема, Татьяна, потому что на бытовом уровне у нас не очень хорошо относятся креативным людям, даже умным людям, и у нас сложилась такая ситуация, что различные сферы не интеллектуального труда, сфера строительства, транспорта, сфера, скажем так, добывающей промышленности, промышленности, сфера IT-технологий, ну ладно, там еще как бы более-менее креативность, сферы, которые связаны с физическим трудом в большей мере, они, в общем, довольно успешны, потому что этот труд, его можно изучить, у него есть длина, у него есть число, у него есть объемы, а креативный труд, он непонятно, как его изучать, определять, как определять его КПИ. Ну, сделал человек и сделал какой-то проект, и все, а мы не знаем, как потом, он будет реализован или нет, то есть у него, скажем так, прибыль будет, может быть, через 10-20 лет, а тут все построил дом, вот получил деньги, и все, существуешь, в принципе. Поэтому по специфике труда, которые сложно оценивать в России, вот возникает проблема с оплатой, прежде всего. Второе, действительно непонятное для большинства людей, скажем, это интеллектуальная работа, которая непонятно, как производится, сидит человек, пишет что-то, анализирует, что-то выдает, и так далее, тоже не позволяет воспринимать этот труд вот с точки зрения значимого труда. Хотя, в принципе, многие очень интеллектуальные вложения, интеллектуальный потенциал дает большой выброс потом ресурсов и возможностей для России. Но он не так виден, как, скажем, другие направления. Вот, и то, что сейчас в СВО мы идем впереди планеты всей по оборонке, это как раз результат нашей креативности, это как раз результат тех положений, изобретателей, научных исследователей из школ, когда еще военные институты сохранились, а это как раз результат того, как сейчас креативный потенциал работает на СВО, в плюс идет. А все равно продолжается это негативное отношение к людям интеллектуального труда. Поэтому условий возможно и нет, поэтому люди, конечно, выезжают, но выезжают и вследствие того, что особенности личности креативные, это свобода, толерантность, так и человек-мир, как некоторые говорят. И поэтому многие едут там, где тепло, там, где есть возможность и по грантам получения дополнительных инвестиций и всего остального. Но это действительно системная проблема, и она у нас решается по-разному. Ну вот позже, может быть, как-то я освещу вопросы, которые связаны с тем, как же для молодежи решается проблема с точки зрения государства. В этом все более-более получше решается эта проблема. Да, но здесь нужно, я думаю, поднимать патриотизм, объяснять о том, что там, кроме ваших, так скажем, мозгов и ресурсов, которые просто будут использовать, особо мы не нужны. То есть, мы там будем просто как расходный материал, поэтому нужно вкладывать сюда, здесь свое отечество, вкладывать в отечественную науку, в отечественные изобретение, также развивать все это, и потом это будет отдача намного больше. Но здесь, конечно, вопрос с суверенитетом, с суверенитетом во всех областях, да, вот, ну, это как раз-таки и начинается суверенитет со сознания, да, со сознания народа, что он должен почувствовать свою самоэдентичность, почувствовать, что он не для кого-то должен, а здесь его предки, и здесь его будущее, а там для него будущего нет. И когда народ вот это начнет осознавать, и тогда и система будет меняться, да, то есть тогда будем задаваться вопросом, а что этому мешает, и где препятствия, да, что в этой системе нужно поменять. Вот, в частности, да, наше подчинение через Конституцию международным организациям, это, конечно, президент Путин об этом давно еще в 2020 году говорил, когда предлагал внести изменения в Конституцию, но внесли только небольшие поправки, а вот именно фундаментальные вот эти вот статьи, которые зависимость во всем, конечно, это мы пока не решили, не решили как раз отчасти от того, что народ еще не осознал многих вещей. Ну, вот сейчас мы наблюдаем, что уровень патриотизма и осознанности возрастает, вот мы как раз тоже должны здесь в этом направлении работать и тоже проявлять креатив. И вот хотела бы как раз спросить, а вот вы себя считаете креативным человеком и как вот пришли к изучению этой темы, да, вот что именно вас подвигло к этому? Да, я стопроцентный креативщик, то есть человек, который работает как практик, безусловно, и это изначально так было, и вот эти все процессы, явления, состояния и так далее мне очень знакомы, чисто практически, то есть то, что описывается в книгах научных, подается как некоторое исследование, внутри мы все это изучим, внутри это все в себе всегда вижу и исхожу из этих механизмов, и это прекрасно, когда есть такая возможность находиться вот в этих двух сферах, практической и теоретической части. Ну я как креативщик, собственно, занимаюсь многими вещами, вот, помимо того, что я, собственно, занимаюсь этой теорией креативности, провожу какие-то определенные исследования и так далее, ну у меня есть отдельные интересные занятия, которые связаны с тем, что, скажем, я занимаюсь IT-технологиями, так, работаю, собственно, в этом направлении по-разному абсолютно, то есть с одной стороны у меня есть свой креативный канал на Яндексе, я открылся его более года назад, который дает необходимую информацию по креативности, ну дает острые статьи, публикации и так далее. Вот канал Яндекс.Зен, особенно Светлана, канал ЗС, у меня есть подписчики, они периодически там читают материалы, я стараюсь обновлять эти материалы, но канал Яндекс.Зен сейчас поменял политику немножко, поэтому не хочется сильно эти материалы отдавать, они авторские, уникальные, на основе исследований, разработок и так далее, ну и соответственно отдавать сейчас в Яндекс.Зен свои статьи, это как, собственно, бросать зелу в песок, поэтому сейчас открываются собственные ресурсы, развиваются и портал, и социальные сети, телега, и ВКонтакте, там будем увеличивать присутствие хорошего контента. Вообще, в принципе, Татьяна, вы правы, вот с точки зрения платформы, мы же сталкиваемся с тем, что такие платформы большие по объему, по читательскому, по пользовательскому, где-то 60, более миллионов, вот читают, и в соответствии с этим очень сложно вот этому всему потоку, ну пролиберальному, могу так сказать, который, к сожалению, фигурирует на Яндекс.Зен противостоять патриотический поток, патриотический контент, потому что гласно или негласно как-то вот не очень, мы можем продвигаться в этом направлении и очень хорошо в этом плане у нас вот дело встает, хотя такие платформы отечественные, их могут блокировать статьи по каким-то непонятным вещам, поэтому да, в плане, например, патриотического воспитания и воспитания креативщиков нужные платформы делать информационные, такие платформы типа Яндекс.Зен с авторами, с читателями про патриотический, и чтобы это было не 30 и 50 тысяч, и 100 максимум можно набрать таких искренних патриотов, читателей и слушателей, а гораздо больше людей, потому что начинается всё со слов. Когда слово призывает к действию, слово правильное, тогда мы уже снимаем ряд проблем по отношению и к СВО, по отношению к патриотизму, к духовно-нравственному развитию людей и по отношению к креативности. Кроме того, у меня появилась возможность издать книгу на кондиционно-научно-популярную, в которую я долго шла. Эта книга связана как раз с креативностью, и называется она «17 заповедей креативщика». Здесь, в доступной для такого массового читателя форме, я рассказываю о самой креативности, привожу интересные факты, данные, исследования, даю советы, рекомендации. То есть, такая практическая рекомендация, такая книга позволяет, в общем, если человек захотел перейти в творчество и креативность, познакомиться с тем, что же это такое и каким образом ему развиваться, куда двигаться и не бояться каких-то проблем, обычных эффектов, которые рождают это свойство личности, например. Поэтому нужно посмотреть эту книгу, посмотреть, её можно приобрести на сайте или трес и других платформах 17 западей креативщика, ну и открыть для себя креативный мир так, как видят его специалисты, как видят его те люди, которые уже в этом плане находятся. Соответственно, я там занимаюсь, делаю ролики, сайты, путешествую, часто хожу в театр, смотрю выставки художественные, выхожу на массовые мероприятия, потому что естественно для креативной личности нужно в эту сферу выходить, немножко подходить, немножко отвлекаться, для того, чтобы это был новый стимул для развития каких-то проектов и идей, для того, чтобы мы могли, я могла себя почувствовать как какие-то свои открытые для себя новые компетенции, и эти новые компетенции могли помочь мне в моей творческой деятельности. Поэтому я советую всем вот так разнообразно переходить на разные виды работ и на разные виды развлечений, хобби использовать, которые ему в общем нравятся, но и те, которые помогают ему раскрывать свои креативные способности. Поэтому такой опыт и мой, и собственно такой опыт других людей позволяет развивать креативность вот в такой свободной, непринужденной форме, не прибегая к вредным средствам, к вредному образу жизни, скажем так. Я веду здоровый образ жизни, не пью, не курю, то есть фактически занимаюсь зарядкой, пробежкой, спортом, то есть это всё позволяет не держать своё тело в тонусе. Ну то есть в принципе если брать креативных личностей, это вот один из примеров того, как мы существуем все. Просто нам не показатель. Вот как раз к этому вопрос, да, Светлана Николаевна. Вот мы знаем, что обычно креативные люди, они немножко странные с особенностями, и поскольку вы ещё и психолог, вот хотелось бы здесь немножко углубиться. Вот какие особенности личности, характеристики, вот ну какой характер там у людей именно с таким креативным мышлением? И есть ли разница там с творческим мышлением? Ну вы же немножко сказали именно с точки зрения психологии. С точки зрения психологии мы говорим о странности с позиции погружённости человека. Дело в том, что когда вы занимаетесь серьёзным трудом, творчеством, вы находитесь в особом состоянии. Ну это практически как медитативные какие-то вещи или поток, или концентрация, погружённость. И когда идёт идея, это как роды маленькие. Вот здесь надо помогать своей идее как маленькому ребёнку выходить. Если вдруг где-то вас кто-то зовёт есть, или лает собака, или кто-то ещё приходит с вами выясняет идёт сильно и бьёт по нервам и отвлекает человека, который находится на стадии рождения, когда нужно 15-20 минут, час или два находиться в этом состоянии углублённом, в странном, почти пограничном состоянии психики, около пограничном состоянии психики, ну всякие вещи, всякие шумы они отвлекают. Поэтому безусловно у каждого человека есть свои реакции, если личность спокойная, она может отреагировать спокойно, а если не очень, то может сильно невротизироваться, испытывать даже какие-то серьёзные стрессы, а то и депрессия. Поэтому безусловно такие личности, если брать нормальные качества, мы их немножко рассмотрели, свобода, интеллектуальное развитие, высокий интеллектуальный уровень, открытость, сообразительность, живой ум и так далее. То, что касается работы инструментальной, то по психологическому состоянию, для того, чтобы человек поговорим, то, что это тяжёлый труд для креативчика, это вопрос, ну, более лёгкий труд, но всё равно он требует концентрации. Очень много энергии затрачивается на вот подобного рода вещи, на креативную работу, и за счёт того, что идёт вот такая огромная концентрация энергии на человека, он может потом выходить из этого состояния и в общем быть не в очень хорошем психологическом состоянии, стрессовом состоянии, если это очень большая работа, очень большая нагрузка. Безусловно, ему надо тишина, ему нужна покой, ему нужно восстанавливаться так каким-то образом, никуда-то не идти на вечеринку, в шумную компанию, никуда-то не ехать там на отдых и так далее. Ему нужно уединиться, чтобы попробовать вот эту систему снова восстановить. Поэтому, конечно, его состояние, странное погружённое состояние, оно вызывает непонимание у людей и, в общем, может быть, какое-то отторжение психологическое, потому что иногда мы производим не очень приятные впечатления со стороны, когда находимся в состоянии работы. Кроме того, как психолог, могу предупредить и родителей, и детей, и близких, людей, которые работают и находятся близко с креативщиками, что есть особенности проявления, есть склонности даже к психическим расстройствам. Потому что такая рисковая модель достаточно поведения креативных личностей. И вот если мы там поищем, даже в интернете, проведём там некоторые поиски, мы найдём сведения о том, что между, во всяком случае, креативностью и рядом психических расстройств, например, биполярное расстройство или шизофрения, есть определённые связи. Потому что, скажем, те же самые исследования в Исландии, там 86 тысяч человек выявили, что есть такие генетические варианты, которые как раз были связаны с повышенным мальчиком развитии шизофрении и биполярного расстройства. То есть, в принципе, исследование показало, что у людей художественного типа, скажем так, писателей и так далее, вероятность появления этих расстройств на 17% выше, чем у обычных людей. Есть так называемые креативные мутации в ДНК, которые могут увеличить шанс развития маниакального депрессивного психоза на 30%, а шизофрении на 200%. Поэтому им нужна осторожность в отношении инструмента креативности и определённая психологическая гигиена, психологическая грамотность, умение работать с собой и отслеживание со стороны близких определённых креативных моментов. Разно надо различать идеи креативные и, скажем так, шизофренический бред, то, что там может проявляться. Поэтому как бы это невероятное явление. Автор исследований в Исландии Карри Стефансон объясняет, что результаты этого исследования не должны были стать неожиданностью, потому что для того, чтобы быть креативным, вы должны и моначи мысли, чем толпа. Поэтому мы платим в какой-то мере за то, как мы формируем наше сознание, наше пространство, мысли, идеи и действия вот такой не очень приятной ценой. Поэтому, конечно, нужно уметь давать мозгу отдохнуть, переключаться на другие виды работ, не только на творческие, но и на достаточно простые работы. И это переключение, кстати, позволяет отойти от проблемы, которые ходят бессознательно, подсознание, и там сама может решаться. Потом раз ты копаешь картошечку, где-то дышишь без воздуха, она пришла, эта идея, потому что она уже там нашла решение. Поэтому не всегда нужно мучить мозг и себя для того, чтобы прийти к какому-то открытию и к какой-то очень важной идее и преодолеть проблему. Поэтому дайте бессознательному или подсознанию поработать и сами там, скажем, удобно расположитесь, отдохнёте обязательно. Ну, можно делать перерывы обязательно после каждого часа работы пять минут. Обиденный перерыв, прогулки, всё должно быть обязательно учитываться. Нужен отдельный рабочий кабинет и спокойная обстановка, чтобы была возможность отдохнуть и быть в этом едином. Вот, в принципе, так. Светлана Николаевна, вот говорят, некоторые психологи считают, что влюблённость, по крайней мере, сильная влюблённость, это тоже психологическое такое расстройство. Ну, конечно, одно приятное расстройство, но тем не менее, или по крайней мере, последствия сильной влюблённости могут приводить к таким небольшим психологическим расстройствам или пограничным состояниям. Но, как мы знаем, что любви все возрасты покорны, а вот что насчёт креативности, здесь такая же история или как, или это всё-таки присуще больше молодым или всё-таки не имеет значения? У нас как-то в обществе в российском принято больше ориентироваться на молодёжь. Креативная молодёжь, креативные специалисты, набираем молодых, потому что они креативят, творят и способны к изменениям, инновациям в организации. Но на самом деле это совсем не так. Люди в любом возрасте способны к креативности. Эти показали исследования, практика очень хорошо свидетельствует о том, что практически любой человек в разных состояниях возрастных он способен творить, способен создавать новое, предлагать какие-то новые идеи и так далее. Поэтому чем старше становится человек, тем больше у него освобождается времени для того, чтобы он наконец-то мог реализовать то, что давно им задумано, то, что хотелось бы притворить с точки зрения его индивидуальной фантазии. Поэтому, скажем так, для пожилого возраста это очень хорошая возможность, особенно для женщин, которые оказываются в этом возрасте даже креативнее, чем мужчины, потому что как раз этот серебряный возраст позволяет создавать достаточно большой потенциал для реализации человека. И кроме того, креативность, которая находится на уровне взрослых людей и уже пожилых, она имеет большой ресурс для сохранения здоровья. Потому что когда человек увлечён, у него нет времени для того, чтобы увядать, для того, чтобы стариться, у него нет угасания, он начинает жить новыми планами, новыми идеями, интересами, перспективами. Он не уходит в депрессию и в стрессы, в одиночество, в страдания, потому что его реальность связана с таким праздником, как креативность. Кроме того, тело начинает идти вслед за мозгом. Исследования показали, что улучшаются многие показатели. Человек долго находит состояние плодрости и оптимизма. Психика и мозг поддерживают необходимый тонус. Нормализуется состояние здоровья. И, соответственно, всё очень положительно сказывается не только на данном человеке, но и на его семье, на его окружении. Но если брать такие яркие примеры возрастных дам, которые достигли успехов за счёт креативности, то, например, можно назвать в рамках нашего канала русскую художницу Елену Волкову, которая начала рисовать 65 лет. И её персональная выставка в Третьяковской коллегии прошла, когда ей было 90 лет. известная францужинка Жанна Кальма в 121 год выпустила свой первый диск «Хозяйка планеты» в стиле рэп-дискофолк. Тоже классический пример. Австралийка Филли Стернер закончила университет в Аталаиде в 94 года и получила степень магистра по антропологии. Ну, соответственно, скажем, Оливия Релли в 107 лет завела блог в интернет-сети и давала важные советы по разным жизненным вопросам. И таких примеров очень много. Поэтому и любви всевозрастной покорной, и креативности всевозрастной покорной можно в 50 плюс начинать вполне заниматься активным творчеством, долголетием реализовываться до глубокой старости, которой, оказывается, нет. И в 107 лет можно креативить и в 101, а сейчас мы там будем заниматься и в 150 и в 200. А вот ещё тоже такой вопрос возникает. Вот считается, что мужчины, они более такие изобретатели, то есть охотник, то есть он, значит, должен следовать что-то неизвестное, куда-то стремиться, а женщина больше охранительница домашнего очага, то есть наоборот охранительница традиций. Но в то же время, когда задумываешься о том, что вот когда в быту столько, тут и дети, тут и приготовить надо, тут и то, и другое, и у женщины настолько бывает, вот нужно одновременно столько дел сделать, что без применения креативности в этих вопросах, я думаю, тоже обойтись невозможно. А так вот с научной точки зрения все-таки кому больше присуща креативность? Ну, прежде всего мы скажем спасибо тем великим женщинам, которые создали великих гениев, за счет того, что был организован правильно быт, они их поддерживали, вот, та же самая Софья Андреевна Толстая, если говорить о русской культуре и истории, Анна Григорьевна Достоевская, скажем, Ирина Дьяковна, легендарная гала, которая женой Сальвадора дали Вера Евтикина-Напокова, Лидия Вертинская, супруга Александра Вертинского, это все женщины из российской истории великой, которые создали гениев фактически, поэтому и не только в быту, но и с точки зрения вот таких замечательных условий великие женщины создают великих мужчин, поэтому им спасибо и тем женщинам, которые тоже поддерживают мужей в нашем обществе, они тоже все это замечательно делают и как мы говорим за каждым великим мужчинам стоит женщина великая, которая создает его, помогает и двигает, поэтому пусть это будет, пусть это развивается и я только за то, чтобы вот таких великих мужчин, креативных, замечательных с помощью своих жен становилось больше, но с другой стороны в современном обществе мы призываем к тому, чтобы женщины тоже шли вперед и в этом плане тоже развивались и наука нас в этом поддерживает, правда поддерживает весьма своеобразно, существует как минимум три гипотезы по соотношению превосходства мужчин и женщин по соотношению креативности и проявлению мужчин и женщин. Первая теория такая, наверное, патриархальная, мужчины превосходят женщин в креативности. Соответственно, считается, в соответствии с этой теорией считается, что мужчины креативнее женщин в общем, лучше в поисковой активности, в движении идей, быстрее отказываются от первоначального перехода и организуют факты по-новому, но имеют преимущество способности к прогнозированию, более компетентны в теории и технологии творчества, лучше решают принципиальные новые задачи, лучше применяют навыки и значения к новой ситуации. Наверное, где-то и правы такие, скажем так, патриархальные ученые, они еще отметили, что, скажем, предпринимательская креативность выше у мужчин, они обладают больше креативной продуктивностью. С другой стороны, есть вторая гипотеза, которая считает, что женщины креативнее мужчин. Например, по этой гипотезе на ворот считается, что женщины превосходят мужчин в общей креативности, креативно при решении стандартных типовых шаблонных задач. Вот как раз, Татьяна, вы говорили о кухне. Это как раз тот пример, когда в шаблонных кухонных задачах очень хорошо решаются эти задачи при участии женщины. То есть вот пример подтверждается учеными. Замечательно, как раз мы в этих стандартных условиях существуем и много чего находим. Кроме того, естественно, мы же разговариваем, поэтому мы лучше вербальной креативности. Это даже не отговаривается, естественно, это явно видно, и поэтому в вопросах лингвистики и всего остального, естественно, мы в приоритете, вот это в креативном. Ну и, соответственно, существует еще одна гипотеза, где все достаточно сложно. То есть очень сложно сказать, кто креативнее, потому что все очень по-разному. Скажем так, выраженность креативности по полу определяется тем или иным видом креативности. У девочек креативность менее связана с характеристиками личности, более привязана к общественным вещам. Ну, скажем, если мужчины доминируют в креативности, то при смещении социальных ролей в выборе высокоинтитуральными женщинами мужских профессий они их перебивают. Женщины не уступают приоритет. Поэтому в мужских профессиях женщины бывают уступают женщинам в креативности. Кроме того, мускулинные, то есть как бы мужественные женщины, они больше проявляют креативности. Соответственно, высокая креативность характерна для андрогинных типов, то есть пробежуточных мужчин или женщин, у которых есть соотношение мужского женщин от андрогинных типов, они тоже более креативны. Поэтому когда слишком мужественный мужчина или слишком женственная женщина, ну, в таком не очень хорошем смысле этого слова, то креативность она может, эта роль может не способствовать развитию креативности. Поэтому во всем должна быть мера. И в мужчине какая-то такая мягкость, какие-то черты, которые способствуют вот такое проявление креативности, должно быть и в женщинах. Поэтому соответственно наука за то, чтобы развивались и мужчины, и женщины, у них у всех есть особенности, безусловно, проявления. Но мы говорим о том, что женщины тоже должны идти на соответственно креативную стезю, тоже себя проявлять, и тогда мир станет от этого только лучше. А мир станет от этого только лучше, потому что мы живем в мире с нестабильностью, неопределенностью, сложностью, неоднозначностью. И уже только логический мужской подход здесь не работает. Нужны женские, мягкие подходы, которые связаны с интуитивностью, с многовариантностью, с быстротой реагирования, с коммуникациями и так далее. А как раз это женские характеристики, женские качества и женский ум, подходы и так далее позволят нашему государству выходить на уровень высоких достижений. Это достаточно хорошее средство выживания общества, государства, организации и так далее. Поэтому соответственно, как я говорю, креативные советы, креативные мысли, пол — это не судьба. Так? Смотри в душу, а не на тело. И в этом плане я советую всем исходить из не гендерных стереотипов, а человеческих представлений и того, что перед вами прежде всего человек, его способности, а потом уже мужчина и женщина. Вот точки зрения креативности. Светлана Николаевна, у нас время остаётся не очень много вопросов. У нас ещё достаточно много, которые нужно было бы разобрать. Я предлагаю сейчас ещё один вопрос. Вот хочу разобрать его и оставить ещё на вторую часть. Мы всё это продолжим, потому что тема действительно такая актуальна, очень интересная. И вот сейчас последний вопрос, который на этой части, в этой части связан, вот вы сказали про взаимодействие между мужчиной и женщиной. А если, допустим, в семье, как строить взаимоотношения, если кто-то из, допустим, детей креатив проявляет, то есть вот такие черты характера, а родители, допустим, в меньшей степени или что-то наоборот. Как здесь выстраивать и как найти лучшее, определить и определить, допустим, своего ребёнка чем он будет заниматься, в какой-то кружок может, в какую-то деятельность, куда его лучше отправить, как это выявить и куда его лучше тогда отправить. Вот если у нас времени недостаточно, так мы, я подготовила достаточно много материала именно по управлению талантами детскими, молодёжными, поэтому мы в следующей передаче подробно об этом расскажем с точки зрения, что у нас с этим есть, куда определить ребёнка, в том числе с точки зрения диагностики. А так вообще есть определённая проблема и для взрослого, который в Турске проживает вместе с другими домочадцами, и для ребёнка тоже, если родители достаточно простые, действительно, Татьяна, вы правильно отметили, есть очень большая проблема. Поэтому, конечно, если такой ребёнок есть, это, скажем, божий дар, это счастье и радость для родителей. Его нельзя каким-то образом обрезать, его необходимо развивать, двигать всеми возможными методами, нужно обязательно поддерживать, потому что ребёнок обладает таким божьим даром, особенно если он креативщик. Креативщиков в настоящих всего 0,06% в мире. 0,06%. То есть, если там каких-то творческих 6, больше, то вот та личность, её свойства, которые мы разобрали, немножко, вот такая странная, особенная, быстро реагирующая, быстро принимающая решение и состояние за это подхода, поток находится, она, в общем, является достаточно ценной. Если ребёнок такой, то его обязательно нужно поддерживать. Ну, во-первых, конечно, постараться для родителей, да и для взрослого человека, чтобы у ребёнка была отдельная комната, чтобы была тишина и покой, чтобы, если какие-то у него есть желания, креативные, там, выявленные способности к творчеству, там, у него тоже были как-то реализованы, ну, понятно, что через кружки и так далее, ну, и чтобы дома у него была креативная встановка, то есть какие-то определённые развивающие игры, конструкторы, какие-то, скажем, приложения, цифровые, там, сети, которые могут получать информацию, да, из сети это получать информацию о том, что ему интересно в этом плане, чтобы он мог что-то почитать и так далее, не только какие-то игровые технологии, которые непонятно к чему-то влияют, а то, что ему полезно в этом отношении. Кроме того, родители должны разделять интересы с ребёнком, то есть придёт мама или папа, пусть сядет, почитает книгу, посмотрит рисунки ребёнка или какие-то другие его поделки, какие-то творческие вещи, пусть послушает, как ребёнок играет на фортепиано или на скрипке, так проявит к нему такое вот доброе отношение, поддержку и внимание, заботу. Если нужно, пойдёт с ним куда-то на выставку, послушает вместе с ним музыку, то есть разделит с ним интересы ребёнка, то есть разделит интересы ребёнка. И когда ребёнок будет видеть, что и родителю интересно то, чем он занимается, и интересно вместе с ним находиться с этим ребёнком, то у ребёнка совершенно другое будет отношение, и он будет чувствовать, что в этой семье есть уже поддержка и настоящая креативная среда, то есть такие благоприятные психолого-педагогические условия, которые позволяют ребёнку развиваться. То есть ни в коем случае не стоит его критиковать, унижать за то, что у него есть какие-то там непобеды, скажем, поражения, потому что креативность такая вещь, и свойства, и продукты, и результаты, они бывают победны, бывают нет. Где он участвует, в каких-то конкурсах, если он участвует, ещё где-то находится, так, где необходима реализация, он не всегда может достигать победы, и поэтому нужна поддержка в этом отношении, психологическая поддержка, иная поддержка, которые позволяют ребёнку не гасить своё творчество, не испытывать стресс в последующий или вот в текущий момент. И надо, конечно, чтобы он чувствовал всегда поддержку мамы и папы, вне зависимости, скажем, достиг он успеха на этом побочке или нет. Поэтому, конечно, это позволит, скажем, родителям стать музой, да, или стать той на опорой, поддержкой, которая позволит потом в будущем развиваться детей. Если мы помним с вами воспоминания великих людей, польских людей, они все с большей теплотой вспоминали ту семью родителей своих прекрасных, которые очень многое сделали для того, чтобы это ребёнок реализовался. Знаете, я здесь могла бы свой пример, да, вот немножко рассказать. То, что дело в том, что я всегда была, ну, не знаю, насколько креативной, но творческим таким человеком. С юности у меня всё как-то вот в этом направлении больше гуманитарное, да, вот интересовали направление. Но мама хотела, чтобы я была, ну, как она стала, вот в медицину пошла. Ну, в общем, я настояла, да, и всё-таки я поступила на режиссёра-постановщика театрализованных массовых представлений и шоу-программ. Вот. Ну, какое-то время я там поучила, всё было интересно, всё было замечательно, но даже на тот момент, когда я там училась, вот, ну, я чувствовала, что всё равно не до конца понимают родители, что вообще, ну, как бы серьёзно не относились к этому, так скажем. ну, так получилось, что я не закончила, там другие обстоятельства сложились, вот, и у меня не закончено это было образование, ну, через некоторое время мама всё-таки настояла, чтобы я пошла в медицину. Я закончила, значит, медколледж, всё, и пошла работать, и вот у меня медицинский стаж 10 лет. Ну, я хочу сказать, что даже работать в медицине, я всё равно применяла творческий подход, где только это было возможно. И даже я могу сказать, что есть такое исследование колоноскопии, где участие медсестры очень важно, помощь, ручное пособие называется. Я одна из лучших была в этом направлении, вот, и более того, даже когда приезжал профессор, с Москвы, и он проводил мастер-класс, ну, и, соответственно, я там помогала, и потом ещё попросили его провести несколько исследований, естественно, я уже не для форума, не для конференции, а уже отдельно, естественно, я ему ассистировала. И, ну, в процессе, да, он понял, что я даже ещё больше изучила какие-то есть стандартные, да, приёмы, а я ещё предложила, я говорю, вот, я ещё вот такой вот приём, вот, и такой приём, на что он очень удивился, и даже потом, когда я приезжала в Москву, в главный центр, вот, он меня представил, всем, и заведующему, всё, и я тоже, и, знаете, я, с одной стороны, хотела там много чему научиться, и действительно, там, получила тоже опыт хороший, вот, но получилось так, что меня даже тоже попросили их медсестёр научить вот каким-то моментом, которым умею я, вот, потому что я вот во всём искала тоже какой-то творческий подход, и искала какие-то возможности, если вот так вот сделать, если вот так сделать, вот, поэтому это тот пример, что когда творческий человек, он себя всё равно пытается реализовать, даже, вот, казалось бы, не в творческих профессиях, ну, я считаю, что творчество можно везде применить, вот, ну, и, как видите, всё-таки я отработала 10 лет, вот, теперь я со спокойной душой, вот, ушла теперь в другое направление, да, я пишу стихи, творчество это моё, такое непосредственно, вот, и вот такие вот замечательные эфиры провожу, вот такие вот замечательные беседы с такими интересными людьми, получаю сама ещё дополнительный опыт, делимся этим опытом со зрителями, потому что мы такие проводники, вот таких интересных знаний, ну, это вот, к примеру о том, что очень важно всё-таки слышать и чувствовать своих детей, да, к чему они стремятся, и всё-таки дать возможность им и реализоваться, но я считаю, что всё-таки творческий человек, он всё равно найдёт возможность. Конечно, конечно, тут же ещё вопрос идёт о профориентации, может быть, и мама и была права с позиции того, что, ну, у нас там, что профессия не очень-то и кормит, творческие профессии не очень-то и кормят, и поэтому с точки зрения каких-то определённых будущих бонусов, стабильности, может быть, родители и дают возможность ребёнку получить несколько профессиональных направлений, для того, чтобы при необходимости, ну, иметь какой-то кусок хлеба и потом на этих заработках реализовывать уже креативные идеи и фантазии. Поэтому, безусловно, в какой-то мере наши родители мудры. Но, с другой стороны, если у человека призвание, если его тянет в то, что является для него очень важным, в какую-то творческую сферу, он всё равно проявится действительно, и как и в вашем случае, всё равно придёт к тому призванию первичному, которому он заложен первоначально, и что его сильно вытянуло, и что даёт ему максимальное наслаждение в этом плане. Поэтому только можно поприветствовать ваш путь и ваше развитие, потому что вы, когда пришли именно в новую свою реальность, вы позволили и себе, и другим открыть совершенно другие вещи. Когда человек приходит на свою волну, в свою нишу занимает, и миссию выполняет, которая ему дана, она дает больше, скажем так, результатов для общества, результатов разного плана, и результатов, связанных с идеями, с продуктами, с какими-то товарами и так далее, которые, возможно, если бы человек не был в этой сфере, не появились бы. Поэтому вы на своём месте, и за счёт того, что такие, как вы, у нас существуют, у нас мир становится лучше, богаче и интереснее. Или будет. Спасибо. На этой замечательной ноте я предлагаю сегодняшний эфир наш закончить, но не закончить эту тему, потому что у нас остались ещё вопросы, и я хотела бы ещё много о чём поговорить и прояснить. И, надеюсь, наши зрители будут следить за нашими выпусками и продолжение нашей встречи. Так что всем спасибо вам. Спасибо большое. Да, у нас есть ещё минуточка для пожеланий, да? Да, да, конечно, конечно. Я так же, как и выпишу стихи, и поэтому хотела в конце вот этой встречи, и так, собственно, пожелание нашим слушателям привести в виде стихов. Поэтому маленькое пожелание это, дорогие слушатели, «Желаю в каждом дне прекрасное мгновение открытия творческих вспышек вдохновения». Это кратенькое пожелание. Если длиннее, то как раз я хотела точнее пожелание привести своё стихотворение под названием «Обновление». Надо заново влюбиться, полететь куда-то птицей, и за каждым поворотом, избавляя оборотов, смело в жизнь свою вторгаться, не бояться изменяться, жадно пить судьбу платками, жить глобальными делами. Замечательно! Браво! Большое спасибо! Я надеюсь на следующую нашу встречу. Вот, и тоже прочитаю, может быть, одно стихотворение своё тоже в тему. И надеюсь, что вы тоже ещё нас порадуете своим творчеством, потому что это очень важно. Очень интересно, когда человек не просто рассказывает интересную тему, но ещё и показывает на практике своё творчество, своё детище, как говорится, свои работы. Ну, спасибо вам большое за эту встречу, и всем до свидания! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok